Всем привет, народ! С вами Абдрон91РУС. И в этом видеоуроке я вам покажу, как абсолютно любую библиотеку добавить через складку «Добавление в библиотек». Итак, приступим. Для начала нам потребуется создать обычный текстовый документ. Создаем. Даем ему любое имя. Контакт. Ну, допустим, от контакта в библиотеке. Так, и теперь важно. Меняем его формат на «Орега». Без разницы, можно с маленькой, можно с большой буквы, это не имеет значения. Теперь жмем это. Жмем «Да». Как видите, он изменил свой формат. Теперь кликаем по нему правой кнопкой мыши и жмем «Открыть в блокноте». Так, теперь, чтобы вас не мучить и прописывать это все по-новому и все, что здесь нужно, я просто возьму и скопирую уже готовые значения, которые будут, в принципе, присутствовать в раздаче. Этот текстовый документ будет присутствовать, вы сами сможете, если что, чтобы вам не мучиться все это вписать, скопировать. Так, переважно. Что вам здесь нужно, допустим, вы скопировали, да, это все. Так, смотрим. Вы хотите, допустим, добавить в библиотеку от какой-нибудь там, от какого-нибудь производителя, вот, к примеру, «8 Диа», там, «Амбиент гитар», нам потребуется на данный момент просто скопировать ее название. И просто вот смотрим здесь, вставляем ее название, здесь вставляем, и здесь. Именно должно быть то название, как у вас прописана там библиотека. Вы ее можете хоть как там подписать, не обязательно, вот как у меня здесь идет то, что в конце там «Контакт», в скобках можно просто без этого. В общем, прописывайте здесь имя, которое у вас к ней идет. Теперь важно. Что нам нужно? Нам нужно указать вот здесь вот путь, где у вас находятся библиотеки для «Контакта». Вот у меня, допустим, они находятся на «Компьютер», «Диск Е». Кстати, здесь почему «Тайф» прописан? Здесь надо указать «Диск». Правильно. Так, допустим, вот у меня «Диск Е». «Программс». Вот, как видите, здесь «Программс». И «Инструменты для «Контакт». И уже вот название самой библиотеки. Так, ну с этим все готово. Теперь просто выходим и нажимаем «Сохранить». Так, дальше что нам нужно? Теперь заходим в саму вот эту библиотеку, которую мы хотим добавить. И здесь создаем текстовый документ. Также указываем название. Через пробел пишем с маленькой буквой «Инфо». И тут тоже важно, указываем формат «NCX». Ну, все делаем, в общем, как у меня. Все, жмем «Интер», жмем «Да». Создаем еще один текстовый документ. Также вот здесь указываем еще. Опять точнее название. Также подписываем через пробел «Инфо». Или как там это правильно? Через черточку, в общем. И здесь указываем формат «Тоже важно». «NKK». Не как здесь «NKX», а, ну, как видите, вот как я здесь прописываю. Жмем «Этер», жмем «Да». Что теперь нам нужно? Теперь нам нужно добавить любую картинку в корневую папку, вот сюда вот. Важно, чтобы она была подписана как «Valpaper», вот как у меня здесь была в формате PNG или PNG. Не знаю, как правильно я там в английском не и шарю. Ну, вот, как видите. Картинку я уже взял готовую. Сторон-то там хороший человек выложил. Но она слишком большая. Я ее уменьшу. С помощью программки. Но это не обязательно. Это уже я для своего удобства делаю. Чтобы она была слишком здоровая. Так вот. Как раз такая небольшая. Так. Все, идите снова. До свидания. Так. В общем, как видите, все должно именно вот так вот быть, как у меня. Название в библиотеке и картинка вот должна была быть именно под таким именем и в таком формате. И так. Закрываем контакт. Кликаем на текстовый документ, в котором мы до этого все прописывали. Путь, название, а также. Кликаем левой кнопкой мыши. Жмем да. И ок. Открываем контакт. И смотрим. Валя, библиотека здесь. До этого она вообще никак не добавлялась. Писала то, что No Liberty. То, что библиотеки нет там. Или как это переводится. Когда вот это все. Вводишь данные в реестр. Создаешь вот эти файлики. Картинку добавляешь. Все начинает отображаться вот здесь. Как видите. Как видите, все открывается. Все работает. И даже после закрутия она никуда не пропадает. Потому как не совсем это, конечно, важно. Но некоторым я поясню. То, что я вводил вот в этом документе. Вводится в реестр. В общем. Вот как видите. Вот она эта библиотека. Данные в реестре. Об ней есть. И это главное. То, что никаких конфликтов потом не будет. Связанных с этой библиотекой. Ну давайте еще один примерчик. Чтоб вы еще, так сказать, больше запомнили. Добавим еще одну библиотеку. Ну как видите, здесь у меня уже все готово. Вот название. Название вот указано. Инфо. Также NKK и NKX формат. И картинка. Все точно так же. Только единственное название отличается. Так. Теперь берем, также открываем. Этот же документ в блокноте. И что нам теперь нужно. Просто берем вот это вот так вот. Копируем. Вставляем. Так. Ну и теперь, как надеюсь вы помните. Нам нужно название уже второй библиотеки. Так. Здесь. Здесь мы вставляем. И здесь. Важно. Путь и указывайте обязательно. Тот, куда у вас, где лежит ваша библиотека. Так. Здесь все изменили. И теперь единственное, точнее, тоже важное, что я хочу сказать. То, что вот эти вот числа не должны быть в точь-в-точь одинаковыми. Здесь ставим, допустим, вот так вот, одиночку. Тут ноль, здесь одиночку. Вот эти три числа можно, в принципе, хоть там пятьсот, хоть шестьсот поставить. Это не важно. Но вот этот ноль, он всегда должен присутствовать. Всегда. Ну, надеюсь, вы поняли суть, которую я хочу до вас донести. А то я сам иногда себя понять не могу. Так, ну все. Даже вот это вот можно удалить, в принципе. Потому что вот этого одного значения хватает. И для удовольствия это вот так вот сделать. Так, так, так. Все верно. Как помните, теперь жмем. Выходим, мы жмем сохранить. Закрываем контакт. Жмем два, кликаем два раза. Добавим данные. Данные внесены. Запускаем контакт и смотрим. Вуаля, вторая биотека тут же.